Друзья мои, здесь есть гардеробная. Это, конечно, здорово. Представляете, 25 квадратов комнаты и еще ваша собственная гардеробная. Звезды, конечно, становятся станицей, даже в территориях СНТ, на вес золота. Здесь все разводки у нас есть. Выводы под сантехнику, под канализацию тоже предусмотрены. Значит, свет подключен. Вода здесь считается, что она центральная, поскольку здесь есть водонапорная башня, которая обслуживает данную территорию. И водичка от нее поступает. Так, ну что, участок мы с вами обошли со всех сторон. По документам все в порядке. Стоит на катастрофном учете, земля замежевана. Дом, также привязочки все проведены. Документы полностью готовы. Друзья, добрый день. Рада вас приветствовать на нашем канале Переезд Краснодара в Краснодарский край. Меня зовут Екатерина Романенко, Центр недвижимости Компромисс. Сегодня мы с вами находимся в ближайшем окрушении города Краснодара, Станица Елизаветинская. Будем смотреть домик свежий, 23 года постройки, на 4 сотках земли, дом с 82 квадратных метров, с полным ремонтом. Стоимость составляет 7 миллионов 200, подходит под программу господдержка и под семейную ипотеку. Сельская ипотека не подходит, поскольку здесь у нас городская прописка. Давайте сейчас расскажу про инфраструктуру и пойдем смотреть дальше. Так, давайте пройдем по подъездным путям по инфраструктуре. Дорога, не знаю, видно или нет, бетонка. Прям хороший подъезд от самого поворота с центральной дороги. Туда вот порядка 150 метров. Вот метров 100 это у нас поворот на центральную дорогу, и там еще 50 метров. У нас конечная остановочка общественного транспорта, что очень удобно рядышком, да, 150 метров от дома. Там же открылся пункт Вайлбереса, что тоже, да, хорошо. Мы в станице Елизаветинской, но мы не самой станице, мы на территориях СНТ, хорошая СНТ, широкими подъездными путями. Да, смотрите, хорошие придомовые территории, по бокам коммуникации сюда заведены. Тоже очень важно в станице, в самой есть и школа, и детский сад, МФЦ, почта, поликлиника, все, что необходимо. Там сетевые магазины, магниты, пятерочки, ДНС, кружки, секции для деток, все это в количестве. Что касается самой станицы Елизаветинской, но она в особых рассказах не нуждается. Да, станица ближайшая городу Краснодару, Кубань. Здесь у нас тоже как место отдыха, рядышком погулять, поездить, шашлыки выехать, отдохнуть тоже любят. Вот быстрый выезд достаточно отсюда получается по Елизаветинскому шоссе на федеральную трассу М4, если мы выезжаем из города, поскольку в прошлом году запустили в этом направлении большую развязку. Платная дорога прямо отсюда у нас с Елизаветинского шоссе уходит. И также сейчас там грандиозное строительство ведется, строится огромная развязка. Мы будем отсюда прям вылетать на Черноморское побережье в сторону Крыма, когда достроят эту развязку. Если ехать обычным путем в сторону Джунге, то здесь порядка 140 километров. Ну, вроде по инфраструктуре такое самое обычное, самое популярное все сказала. Давайте переходить к нашему видеообзору, будем заходить на участок. Давайте осматриваться по участку. Дом у нас будет в двух этажах, 150 квадратных метров. Смотрите, несмотря на то, что вроде большой дом, за счет двух этажей площадь застройки получилась как-то очень компактно. И земельный участок смотрится очень выигрышно. Смотрите, сколько много земли у нас с правой стороны. Сейчас посмотрим с левой стороны и входную группу. Рассмотрим повнимательнее. Забор у нас на фундаменте. Кирпичный цоколь, кирпичные столбы и фасад из евро-штокетника. Есть откатные ворота в левую сторону. Входная калиточка. Здесь бетонированная площадка также для заезда под машину. На одну машинку рассчитана бетонка. Есть возможность залить бетонку дальше на 2-3 машины, вот сколько нужно. Входная группа у дома оформлена в виде крыльца. Сразу посмотрим, что у нас монолитное перекрытие. Плита здесь, даже не монолитная, а плита. И вот отмостку тоже сейчас обойдем со всех сторон. Выходный участок предусмотрен сюда, на сторону фасада. И вот такая дорожка с отмосткой. Также с правой стороны есть кусочек земли. Место такое, чтобы... Обычно всегда говорят, что эта полоса хорошо садится под сруктовые деревья. Все необходимые отступы здесь предусмотрены. Все разрешения на строительство получены. Объект, друзья, у нас подходит под господдержку и под семейную ипотеку. Под сельскую ипотеку не подходит, поскольку это город Краснодар. Муниципальное образование. До станицы Елизаветинской у нас считается. Поэтому здесь только господдержка, это семейная и господдержка, госпрограмма. Так, ну что, участок мы с вами обошли со всех сторон. По документам все в порядке. Стоит на кадастровом учете, земля замежевана. Дом также, привязочки все проведены. Документы полностью готовы. Дом по статусу имеет назначение жилой дом. Поэтому прописка, все здесь у вас будет. И регистрация будет городская, краснодарская. Что касается технических характеристик объекта. Давайте пройдем по ним. Дом у нас на ленточном фундаменте. Лента, цоколь, плита. Давайте сюда поближе. Цоколь. Потом можно все это заштукатурить, облицевать. Внутри газоблок. Сверху керамический облицовочный кирпич. Стеклопакеты по периметру всего дома. Сеточки есть у окна. С ламинацией окна увеличенные. Тоже красиво смотрится, приятно. Крыша подшита профлистом. Сделана система водостока по периметру всего дома. По коммуникациям подключен свет. Здесь сейчас 5 кВт. Но застройщики стали вот так подключать. А потом подключаем уже самостоятельно. Поскольку они считаются как организация ИП. Застройщика, когда индивидуальный предприниматель. И каждый последующий дом обходится очень дорого. А вам это выходит, когда мы как физлицы идем подключать. Для нас это выходят совсем другие деньги. Свет подключен. Вода здесь считается, что она центральная. Поскольку здесь есть водонапорная башня, которая обслуживает данную территорию. И водичка от нее поступает. Газа по СНТ здесь нет. По коммунальным платежам такой дом у нас обходится с вами порядка 7500 в месяц. Если это холодный отопительный период за счет площади. А если это в летний период, то 22200. Но это уже из опыта. Можно использовать газгольдер. Это тоже сейчас такая уже достаточно популярная технология. Когда мы переводим котел на газовое отопление. Заменяем котел на газовый, да, электрокотел. И устанавливаем газгольдер. Вот мы с вами вернулись к входной группе. Бетонированная крылечка. Столб. Все это удерживает. На второй этаж подниматься будем. Водосток. Ну и входная дверь. Предлагаю заходить в дом и осматриваться уже по планировке. В дом мы с вами попали. Давайте рассмотрим поближе планировку. У нас на первом этаже две жилые комнаты. Площадью по 15 квадратных метров каждая. Кухня столовая. Кухня-гостиная площадью 20 квадратных метров. 6 квадратов. Санузел совмещенный первого этажа. И холл порядка 11 квадратных метров. На второй этаж нас ведет бетонная лестница. И там у нас еще две жилые комнаты. 23 и 25 квадратных метров. И посередине такой же большой санузел площадью 6 квадратных метров. Давайте осматриваться по объекту. Напомню, стоимость его составляет 7 миллионов 500. Итак, мы с вами вошли в дом. Сразу широкое, просторное, холовое помещение. Я знаю, что многим тесновато бывает в прямоугольных коридорчиках. А здесь заходишь и прям хорошо широко. Встает вопрос, куда расположить гардеробную. Шкафы, куда чего раздеться. Смотрите, как вариант. Прямо сразу мебель. Оформить шкаф вот сюда в подлестничное пространство. Или же вот здесь, справа, есть хорошие ниши. Вот прямо раз шкаф просится. И вот сюда к входной двери какая-то полка тоже просится перед санузлом. Придумать, как здесь расставить мебель или оформить вот сюда подлестничное пространство, тоже можно. У нас будет дом в предчистовой отделке. Теплый пол. Там, где стяжка, коридор, санузел, кухня, столовая. Будет предусмотрен стены. Механизированная штукатурка. Давайте посмотрим. Прямо все гладенько-гладенько подготовлено. Уже под поклейку обоев. Потолки красиво натянуты уже по всему дому. Натяжные, матовые. Ну и давайте осматриваться по помещениям. Пойдемте посмотрим. Жилые комнаты. Две они вот прямо так вот. Раз, два. По 15 квадратных метров. На полу здесь также сухая стяжка, натяжной потолочек. И вторая жилая комната. Прямо две рядышком. Так. Дальше по планировке. Смотрите, слева это будет у нас санузел. Вот сюда, правее, это будет кухня-столовая. Давайте посмотрим санузел. Большая достаточно площадь. Выведена вода, электрика. И здесь уже подготовлено все у нас под укладку плитки. Вот сколько разговариваю с застройщиками и с отделочниками. Прямо мнения расходятся. Кто-то говорит принципиально не нужно штукатурить для того, чтобы класть плитку. Там какая-то своя технология, чтобы, не дай бог, от штукатурки ничего пустот не образовалось и плитка не отвалилась. Лучше сразу наклей кто-то наоборот за то, чтобы штукатурить. Поэтому, знаете, как я сейчас говорю, как в математике. Два пути решения задачи бывают верными. Зависит от мастера, от гарантии, которую они дают на свои работы. Ну и вообще-то в квалификации специалиста. Мы с вами в кухню, в столовую, в кухню-гостиную переместились. Вот лежат коробочки. Мы на них внимания не обращаем, как складское помещение пока используется. Друзья, для тех, кто впервые на нашем канале, напомню, что у нас есть классный телеграм-канал. На нем важная актуальная информация по рынку недвижимости именно Краснодарского края. Если вы еще на него не подписаны, подпишитесь, пожалуйста. Ссылочка сейчас перед вами на экране, а также внизу в описании каждому видео. Это кухня. Мы обратим внимание вот сюда на котел. Здесь же теплый пол, коммуникации. И котел у нас установлен. Светлое будет помещение, увеличенная световая группа раз. Выход на участок два. Ну и такая с низшей комната. Обеденная зона где-то посерединке должна расположиться. Вот сюда зона готовки предусмотрена. Телевизионная зона, соответственно, вот вывод под телевизор. Что касается вывода под кондиционер. Для тех, кто не увидел, вот сюда, в верхнем правом углу, он у нас присутствует над котлом. Потолочек тоже натяжной матовой. Так, здесь посмотрели. Сейчас пойду проверю под кондиционера. Есть ли у нас выводы, выходы предусмотрели ли в жилых комнатах. Да, в жилых комнатах не предусмотрели. Но придется сделать. Странно, правда? Как можно об этом забыть? Прям с вами здесь целиком и полностью согласна. Ну, с другой стороны, здорово, когда дом впредь чистовой отделки. И если где-то что-то забыли, ну, сэкономили, наверное, да, не забыли. Может быть, забыли. Будем верить в лучшее. Это все можно устранить. Так, но у нас есть здесь неоценимый плюс. Да, помните, у нас здесь плита, перекрытие. Это очень важно. Вот на этом не сэкономили. И хорошая бетонная лестница. Это тоже вот очень важно. Наверное, важнее, чем проштробить кондиционер, электрику и установить. И здесь, что мне нравится, молодец застройщик. Крошечный сделал коридор. Буквально тут три квадратных метра. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. Но зато огромные две жилые комнаты. Планировку второго этажа. Давайте еще раз повесим, посмотрим. Две жилые комнаты. 23 и 25 квадратов. Огромнейшая площадь. И по середине санузел второго этажа. Ну, в холлах не танцевать. Да, а вот жить, конечно, хочется в больших комнатах. Давайте смотреть. Значит, на правой иду. Первая жилая комната мансардного типа. Второй этаж полумансарда, я бы сказала. Высокие, хорошие потолки. Кстати, по первому этажу потолки в чистом виде порядка 2,90. На втором этаже верхней точки высота потолка тоже будет порядка 2,80. Прям хорошие, хорошие, высокие потолочки. Здесь есть приятные, богу носу этих комнат. Друзья мои, здесь есть гардеробная. Это, конечно, здорово. Представляете, 25 квадратов комнаты и еще ваша собственная гардеробная. Вот такая большая с ней шеей. Очень здорово. Так, давайте вторую комнату посмотрим. Поменьше комната. 23 квадратных метра площадь ее составляет. Давайте вот так с этого уголочка посмотрим. Большая комната. Эта комната у нас без гардеробной. Ну давайте, что у нас тут из окна? Стройка везде идет активная. Все уже... Вот домики все красивые, все заселено. Земля, конечно, становится, останется даже в территориях СНТ на вес золота. А я вам хочу напомнить, что если вы еще не подписались на наш канал, пожалуйста, подпишитесь. Буду вам благодарны за ваши лайки, комментарии и подписки. Домики выходят для вас регулярно, чтобы ничего нового не пропустить. Так, ну мы санузел с вами смотрим. 6 квадратных метров площадь его составляет. А давайте в комментариях пообсуждаем по поводу, как же правильно класть плитку в санузле. Нужна штукатурка, не нужна штукатурка. Что у нас является за истину. И почему именно так. Так, здесь все разводки у нас есть. Выводы под сантехнику, под канализацию тоже предусмотрены. Закончили мы с вами осмотр Большого дома, 150 квадратных метров. Благодарю всех, кто досмотрел данный видеообзор до конца. Если вы еще не подписаны на наш канал, пожалуйста, подпишитесь. Буду вам благодарна за ваши лайки, подписки и за ваши комментарии. С вами я, Екатерина Романенко, Центр недвижимости Компромисс.